ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую всех зрителей, с вами Мэрилден! И сегодня мы с вами начинаем проходить небольшой квест под названием Happy Birthday. В данной игре мы будем управлять молодой девушкой, в которой по воле судьбы пришлось расследовать страшное убийство, произошедшее на дне рождения. Ну что ж, давайте же начнем эту игру. Экран темнеет. Мы слышим выстрел. Нет! Дыщ! Тяжелое дыхание. И снова тяжелое дыхание. Нет! Уходи! Мы увидим маленькую девочку, которая пытается убежать. Но она в тупике. Это... это тупик! А! Пожалуйста! Пожалуйста, не... Но Моль бы не помогли девочке. Ее вероломно застрелили. Почему? Контрольный. В голову. И появляется название. Happy Birthday. Хотя какой он хэппи. Там человека застрелили. Это вообще не счастливое событие. Ну так или иначе, сейчас мы будем созреть флэшбэк. Хорошо, что мы наконец-то выбрались куда-нибудь. Только ты и я. Да! Это так здорово! Но... Это плохо, что мы не пошли с ними. Не волнуйся, милая. Они будут в порядке. Твой отец позаботится об этом. Но я сказала, что стыдно выпускать такой теплый вечер. И сомневаюсь, что у нас осталось много времени. До того, как... Наступит осень. Понимаешь? Я надеюсь, что у нас будет время. Я хочу, чтобы это лето было вечно. Флэшбэк закончился. И перед нами предстает наша главная героиня. Которая оказалась в старинном замке. А? Где это? И кто? К нам подходит... Женщина. В отец идти в танец или того, чтобы найти преступника, дорогая. Разве вы не помните? Кто вы? Я владелец сомника. А богата семья. Арендовала его ранее сегодня утром. Что провести здесь день рождения их дочери. К сожалению, праздник закончился трагедией. А? Именинница была найдена мёртвой пару часов назад. Убита. Бедный ребёнок. Ей только 10 лет. Старшая дочь семейства также пропала. Так как вы яркий, молодой, честный детектив, вы были наняты, чтобы разобраться в этом страшном повороте событий и спасти вторую девушку. Их отец небольшой поклонник полиции. Понимаете? Ни за что. Удачи, дорогая. И пожалуйста, вы не могли перестать околачиваться вокруг и поспешить. Это для всех была долгая, ужасная ночь. И женщина уходит. Подождите! Она нас не слушает. И покидает нас. Она просто... Что это такое? Я правда дедив? Я не могу быть. Не так ли? Я имею ввиду, ничего не знаю в расследованиях. У меня совсем не подходящая одежда. У меня даже значка нет. Всё, что я могу сделать, это поверьте ни на слово. Но она может лгать. Но почему она? И почему я здесь? Да-да, у нашей главной героини амнезия. Как бы это банально ни звучало. С таким-то диагнозом надо в больничку ехать. Но нет, выбор расследовать убийство. Как же? Ах, это нехорошо. Я не могу ничего вспомнить. Как я должна искать убийство, когда я даже не знаю моё собственное имя? Это хороший вопрос. И ещё, если я начну искать убийцу, возможно ли, что я также найду своё вспоминание? Должна быть причина, по которой я их потеряла. Должна быть причина, почему я здесь. И я не знаю, куда мне ещё пойти. Хорошо. Может быть. Может быть, это я стреляла. Так или иначе, наше расследование начинается. И первым делом мы хотим потрогать эту маленькую пульку, лежащую на полу. Что это? Шальная пуля? Здесь несколько крово-следов. Но определённо не достаточно, если пуля прошла сквозь тело. Также стальная честь крови полностью наркомка за коридором. Как странно. Мы получили нашу первую улику. Это шальная пуля. Запоминаем её и идём дальше, в особняк. Здесь мы можем ли созреть ужасную сцену. Нянечка, дядя и отец стоят возле огромного пятна крови. Здесь раньше был труп маленькой девочки, которые застрелили в самом начале игры. Но сейчас они хотят потрогать оружие убийства. Пистолет. Но посмотрим, что у нас тут есть. Пистолет. И попробуем выдвинуть догадку и предложить что-то орудие убийства. По крайней мере, свидетели достаточно умны, чтобы не трогать его. Сейчас используем баллистику, чтобы утвердить это и снимать впечатки пальцев. Если детектив, то у меня должны быть какие-нибудь инструменты для экспертизы. Но обломы было мучить обломов. У нас их нет. Уверена, что не могу найти их. Да ладно. Что я за детектив? Определён какой-то ужасно жалкий. Чёрт. Мы получили орудие убийства. И сейчас мы не хотим поговорить с отцом девочки. Хорошо. Буду работать с тем, что у меня есть. Сейчас меня интересует, кому это принадлежит. Подходим к отцу семейства. О, Анна! Моя милая Анна! Этого не может быть! Простите, сэр! Кто ты? Вы не можете оставить измученного отца в одиночестве! Ааа, отец жертвы. Простите, сэр, я ужасно скорблён о вашей потере. Но я детектив, нанято, чтобы помочь найти убийцу. Есть что-нибудь, что вы можете рассказать мне о жертве? Детектив? Да, сэр, мне наняли. Сэр? Моя Аннабель. Мне исполнилось сегодня 10 лет. Такая красивая и юная. Такая совершенная. Я не могу. Я не могу понять, как кто-то мог навредить моим девочкам. Я знаю, сэр. Я также этого не понимаю. Но есть ли, чтобы помочь вам выяснить это. Так что, пожалуйста, расскажите мне всё, что вы знаете. Я разговариваю с гостями внизу, в главном холле, когда услышал выстрелы и крики обоих моих девочек. Я бегом поднялся сюда и... И... Это был худший момент в моей жизни. Пожалуйста, пожалуйста, найдите того, кто сделал это. И мою старшую дочь. Пока я не потерял ещё её. Итак, разговариваем с отцом ещё раз. Анна. Анна. Бедный отец семейства скорбит. Ну что поделать, нам придётся его допросить. Разговариваем с ним о причинах смерти. Извините, что спрашиваю, сэр. Что вы можете рассказать мне о случившемся, как убили вашу младшую дочь? Я не могу, я... Если хотите знать больше, должны поговорить с моим братом. Простите. Разговариваем с ним о матери девочек. Что значит о матери девочек? Она рядом? Я верю, что мы Анна. Сейчас с ней. Маша жена покинула нас несколько лет назад. Ах, простите. Мы узнали, что мать семейства умерла пару лет назад. Печально. Но нам не хотим разузнать о сестре девочки. Вы сказали, что также слышали прихожей сашей дочери. Её всё ещё не нашли? Да, это так. Что если кто-то сделал с ней то же самое, что и с младшей сестрой? Пожалуйста, вы должны найти её. Я не могу потерять кого-то. Я не могу. Не молоти, сэр. Я найду её. Живой. Я надеюсь. Мы получили ещё одну заметку. Это крик сестры. Сейчас мы будем показать отцу пистолет, чтобы тот рассказал нам ещё пару вещей. Это? Подождите, это? Это не то, чего была убита моя Анна? Так? Тяжело сказать, что это определённо без баллистической экспертизы. Но вероятность этого велика. Это... Это... Это мой пистолет! О боже! Этого не может! Сэр, пожалуйста, постарайтесь успокоиться. Где вы хранили свой пистолет? Он был в чемодане. Только в моём чемодане. Не сняла послушать её покойную мать. Избавься от этого. Заберите. Я никогда не хочу больше видеть эту вещь снова. Итак, мы узнали, что этот пистолет принадлежал отцу. Интересная информация. Нам необходимо её запомнить. А сейчас оставляем бедного старика грёвать в одиночестве. Идём разговаривать... ...с дядей... ...девочкой. Господи! Сэр, могу задать вам несколько вопросов по поводу случившегося? Я детектив. О, да, конечно! Я дядя бедной девочки. Боже! Трудно поверить, что она... К сожалению, она умерла. Но нам необходимо запросить дядю. Спрашиваем о причинах смерти. Можете я сказать мне, что здесь случилось? Кто убил бедного ребёнка? Ах, вы спросили правильно человека. Только я здесь исследовал тело. И накрыл её одеялом. Ни у кого другого духу не хватило. В неё стреляли. Три раза. Один раз в левую ногу. Один раз в правое плечо. И в конце... ...один раз в голову. От последнего выстрела остался ожог от пороха. Так что это был выстрел с близкого расстояния. И полагаю, он-то и добил бедную Анну. Ясно. Я был копом. И видел трупов больше, чем положено. Я больше стрелял на них, и глазов не моргнув. Но это... Итак, мы получили причину смерти, девочки. Разговариваем с этими дальше. Спрашиваем у сестры. Я слышал, что я сашу сестру до сих пор не нашли. Это правда? Да. Мы слышали её крик. Мы искали внизу. И наверху. Но нет ни следа. Вы её найдёте. Не так ли? Конечно. Итак, оставляем дядю одного. Идём разговаривать с нянечкой. Анна. Мне так жаль. Анна. Эм... Мисс. Я отлетел. Я могу задать вам несколько вопросов. Это моя ошибка. Я няня. И нужно было следить за ними. Если бы я делала свою работу, вместо того, чтобы быть со всеми, ничего бы не случилось. Вы ещё можете помочь, мисс. Всё, что вы можете рассказать мне, важно. Итак, расспрашиваем няню о причинах смерти девочки. Что вы знаете о том, что случилось с бедной девочкой? Ничего, что мой разум мог бы воспроизвести. О, господи. Маши в челане, в сидящем положении. Это выглядело так, как будто её тащили. Анна. Мы узнали, что труп девочки перенесли. Я практически не видела её, её сестру, в течение вечеринки. Я лжила их спать 9, как обычно делаю дома. Но это всё. Я правда сейчас сожалею об этом. Где они спали? Первая спальня, по коридору. Что могло случиться? Этот инцидент. Это случилось только спустя 12 минут. После того, как я их оставила. Первая спальня, да? Вспоминай место, где спали девочки. Мы ещё сюда отправимся. Разговорим с няней о девочках. Каково это было? Заботиться о двух сёстрах. Какими детьми они были? Не говорите о её сестре так. Вот она тоже мертва. Я ищу её няня. Они были замечательными детьми. Обе. Анна была очень мягкой и милой. Но, возможно, немного испорченной. Это только потому, что мы её так любили. Её старшая сестра была немного сдержанней. Она была яркой и энергичной. До тех пор, пока... Пока... Ничего. Няня что-то скрывает. Бедная девочка. То, что случилось с её сестрой, уничтожит её. Мы узнаем для неё всё, что требуется. Давайте осмотрим место преступления. Осмотрим кровяку. Прямо здесь очень много крови. Вот даже где... Где убили девочку. Похоже, что тело вероятно тащить из коридора Чулан. Тем временем, жертва определённо потеряла много крови. Мы получили ещё одну улику. А теперь мы подойдём к окошку. Там тоже видны следы кровяки. А? Похоже, здесь следы перчаток. Не думал, что жертва носила перчатки. Могли убийца воспользоваться ими. Мы получили ещё одни кровоотпечатки. И сейчас мы отправляемся в спальню, о которой нам говорила няня. Там мы найдём тоже важную информацию. Видите, здесь тоже следы крови. И на окошке. Другой отпечаток. Это окно выглядит так же, как и предыдущие. Пыль скопилась от времени, и колёсные диски на замке заржавели. Кажется, ничего больше. Ещё одна улика у нас. А теперь заглянем под кроватку. Под которой виднеется красная лужица. Ха. Откуда эта кровь? Я думаю... Я думаю, что заглянем под кровать. А, под ней что-то есть. Похоже, пара перчаток. И пара ботинок. Здесь следы крови. Убийца насилых? Если это так, то было перчатком. На оружии не останется никаких опечатков пальцев. Даже если я могла проверить эти следы, что есть. Проклятие. Не могу провести экспертизу. Пытался ли убийца спрятать их? Они достаточно неумело спрятаны. Хотя сюда не притащили тело. Я должна найти того, кому это принадлежит. Что ж, мы получили кровавые ботинки и кровавые перчатки. Их владельцы находятся всем рядом. Разговариваем с няней. И показываем ей кровавые перчатки. Так, вот они. Демонстрируем. А, эти резиновые перчатки из кухни особняка. Я использовала как раз такие, чтобы ранее помыть посуду. Подождите. Это не значит, что я не положила их обратно на полку, где они находились. И никогда не прикусал с ним вновь. Я клянусь. Итак, мы узнаем, что перчатки принадлежат няне. Оставляем ее в покое и подходим к дяде. И показываем вам кровавые ботинки. Ох, это мои ботинки. Я был удивлен, когда они пропали. Конечно, это не первый раз, когда я теряю, после того, как выпью. Они были спрятаны с парой кровавых перчаток. Я думаю, что убийца надевал их. Подождите. Серьезно? Но. Как я и сказала, я потерял их. Вы не думайте, что я... Это был не я. Я этого не делал. Я еще никого не обвиняла. Ботиночки принадлежали дяде. А перчатки няне. Это, конечно же, очень хорошие улики. Но сейчас мы не обращаем на них внимания, а идем в детскую комнату. И обследуем кровати девочек. Это должны быть кровати, в которой мы пользуемся сестры. Да, они как бы легли спать 9 часов вечера, прежде чем встать в уборную. Но одеяло выглядит совершенно нетронутыми. Это ненормально детей заправлять в своей кровати каждый раз, когда они пользуются ванной комнатой. Не так ли? Вот мы получили еще одну улику. Дети не ложились спать. Так, теперь мы покидаем детскую. Идем в холл. Чтобы поговорить с молодым человеком, одной из сестер. Спускаемся ниже, ниже и ниже. И разговариваем с этим пареньком. Чувак, это скучно. Я думал, что мужчинки должны быть веселыми. Черт, пацану, ты даешь. Тут человека грохнули, а ты так разговариваешь. Эм, простите. Я детектив. Могу задать вам несколько вопросов? Нет, я не делал этого. Она была настоящей за носом в заднице. Но я не убивал ее. Я никогда не говорила, что это делали вы. Я просто хочу поговорить с вами. Со мной? Но я... Я никак не связана с ней. Я парень ее сестры. И здесь только... Лечеринки. Бьюсь в заклад. Это призрак забрал ее. Как только они найдут мою девушку, я возьму ее. И мы уберемся из этого ада. Призрак? А как он в таком призраке говорит этот человек? Поговорим с ней снова. Добро узнать поподробнее. Спрашиваем его о причинах смерти. Что узнать о том, что случилось с жертвой? Ничего. Я сказала вам, что ничего не знаю. Все, что мне известно, это то, что ее застрелили. И так, похоже, парень не даст нам нужной информации. Но мы продолжаем разговаривать с ним. Так. Вы встречаетесь с ее сестрой. Что вы можете рассказать мне о ней? Я тоже работаю над тем, чтобы найти ее. Она все для меня. Мы были друзьями со средней школы. И немного раньше, в этом году, перешли на новый уровень. Даже хоть она и старше, ее всегда игнорировали в пользу Анны. Ах, может быть, наконец, это прекратится, по крайней мере. Но похоже в том, что нас никто не понимает. Старшую сестру мало любили в этой семье. Продолжаем разговаривать дальше. Спрашиваем о возрасте. Между прочим, сколько вам лет? Мне 16! 16! А моей девушке 14! Вы думаете, это я сделал? Не так ли? Просто потому, что она из-за лет старше. Ну, тогда, по сути, сказать мне, я... Никто вас, в чем не обвиняет. Итак, парниша, похоже, нервничает. Это новое, это подозрение. Но мы допрашиваем дальше. Спрашиваем о призраке. А что насчет призрака? Разве вы не слышали? Предполагается, что этот старый особняк населен призраками. Мол, по-настоящему. Я слышал историю других людей, которые уже бывали здесь. Они увидели призраков, гуляющих после наступления темноты. Странные дамы. В основном. Убийцы в доклад, что это был один из них. Не я. Ха. Получили историю о призраках. После этого мы оставляем паренька и возвращаемся обратно, наверх. И, кстати, вы посмотрите. Тут везде разбиты бутылки. Интересно, кто их побил? И, главное, зачем? Ведь, наверное, они стоят кучу денег. Как же это расточительно. Мы возвращаемся к няне. И докладываемся ей про призраков. Показываем ей вещи и выбираем историю. А? Я также слышал эти истории. Люди, которые останавливались здесь на ночь. Рассказывали историю о том, что видели странных женщин, гуляющих по коридорам. Некоторые даже разговаривали с ними. Одна из женщин сказала, что тут есть неспокойный дух матери, которая убила себя после того, как ее дочь умерла от болезни. Говорят, что часто она пыталась обладеть постояльцами особняка и унести детей с собой. Вы не думаете, что это возможно? Боже, праведный! Я надеюсь, что она сейчас не одна из них. Итак, мы послушали странную историю. Оказывается, этот особняк населен привидениями. И это не очень хорошая новость. Оставляем мнение в покое. И слышим слабый голос девочки. А она! А она! Что это? Это звук идет званый? Кажется, там и заперлась. Сестренка девчули. Черт! Дверь закрыта! Я больше не слышу никаких звуков изнутри. Это был голос моей малышки! Мы должны вытащить ее! Где ключ? Он у вас? У меня, естественно, был универсальный ключ, но... После всего я... Я не помню, куда я его положил. У меня никогда не получалось хранить вещи. И вот сейчас! Эх, придется нам еще искать ключ. Я найду его. Простите, попробуйте поискать в той комнате, где я остановился. В российской спальне. Возможно, я оставил его где-то там. Теперь мы отправляемся на поиск ключа. Он находится совсем близко. В этой спаленке. Проходим к тумбочке. И забираем ключ. Ага, вот универсальный ключ. Он, должно быть, оставил его здесь, как нижние полки. Положил не на то место. А сейчас в ванную комнату. Бежим, бежим, бежим. И открываем в ванную комнату. Следует ли мне открыть дверь? Открывай! Ломись внутрь! Мисс, я вхожу. И снова флэшбэк! Мамочка, почему Миссис попала на неприятности? Почему папочке пришлось ходить с ней и разговаривать с директором? Это звучит ужасно. Ничего серьезного, милая. Она просто не учится в школе так усердно, как ей следует. Почему школа так важна? Потому что хорошие оценки означают хороший колледж. А хороший колледж – стабильную и успешную жизнь. Правда? Именно так. Ты еще не задумалась о том, кем бы ты хотела быть, когда вырастешь. Я верю, чтобы была прекрасным доктором. Я думаю, что реально было бы здорово стать детективом. Детективом? В каждом фильмах я могла бы носить длинное забавное пальто, носить с собой всякие странные инструменты и воздавать плохим людям по заслугам. Ха-ха, я не знаю, сколько за это платят, дорогая. Но у тебя есть еще много времени, чтобы решить. Да, эти флэшбеки раскроют прошлое нашей главной героини. Но пока что мы шли в ванную, видим, как здесь рыдает сестра погибшей девочки. И вы только поглядите на нее, это же вылитая Виола из дома ведьмы, только с длинными рукавами. Так или иначе, давайте с ней поговорим. Анна! Подходим к девчуле. Кто ты? Анна, твоя сестра, не так ли? Да, это так. Анна, она была... Прости, но я рада, что ты в полном порядке, в конце концов. Твоя семья весь уходилась так, что места себе не находила. Я просто не смогла выйти отсюда, когда... Я видела, что случилось. Я была напугана. Я понимаю. Я детектив. Не для того, чтобы найти того, кто сделал это со своей сестрой. Пожалуйста, скажи мне, что ты видела. Конечно. Для Анны. Допросим сестру. Пожалуйста, скажи мне, что ты видела. Расскажи мне, что случилось. Анна и я легли спать. День часов вечера. Первый запасной спальни наверху. Как мы должны были. Но трудно спать в новом месте. Понимаете? Мы говорили некоторое время. И ей не нужно было в ванную комнату. Она не хотела идти одна в чужом доме. Поэтому я пошла с ней. Я думаю, что это было... Ох, может быть, в 9.20? Мы вдруг услышали выстрел посреди нас. Без какого-либо предупреждения или причины. Я думаю, что, возможно, он ударил её. Видела кровь на её плече. Но я была слишком напугана. Чтобы остановиться. Мы просто побежали. Анна смокнулась и упала. Я струсила. И оставила её. Я продолжала бежать, пока я не носила тупика. В конце коридора. И нырнула в ванну. И слышала, как Анна бежит по коридору снаружи. И слышала ещё два выстрела после этого. Она кричала. Я кричала тоже. Но я была слишком напугана. Чтобы сделать что-нибудь. Я стала здесь. Скорчившись. Запертой дверью. Я знала, что Анна умерла. Но не могла заставить себя поверить. Пока я не слышала, что кто-то ещё. Плачет снаружи. Я не могла выйти. Я боялась. И было стыдно. Может быть, я смогла бы спасти Анну. Но я... Любовь ужаснулся. Это не твоя вина. Кто гнался за вами? Ты видела, как они выглядели? Я... Я не смогла рассмотреть их лица. Они носили маски. Хэллоуиновские маски. Какого они были роста? Это мужчины? Или женщины? Они говорили что-нибудь? Я не знаю. Я была в ужасе. Это не было так, будто я могла остановиться и взглядели этих фигур. Я думаю, что это был, вероятно, мужчина. Но я не помню больше никого. Они не говорили. Ясно. Спасибо. Итак, мы получили важные улики. Убийца, вероятно, был мужчиной. И он носил маску. Интересная информация. Но нам нужно спросить сестру девочки. Ещё об одном вещи. О её травме. Похоже, тут рано на твоей щеке. Что-то случилось, пока вы бежали. О, я даже не заметила этого раньше. Я так спешила, что я, должно быть, оцарапалась где-нибудь. Не сознавая этого. Ещё одна улика. У сестры девочки. Странная царапина на щеке. Я... Я ухожу отсюда. И хочу к моему парню. Да уж. Её сестру грохнули. Она хочет к своему парню. Прекрасно просто. Девочка покидает ванную комнату. И оставляет нас в одиночестве. Нормально. Не думай даже о своём отце. Действительно. Мы тоже покидаем в ванную комнату. И выходим в зал. И нас встречает та женщина из начала игры. Ах! Я слышала, что вы нашли вторую девочку с одной невредимой. Это замечательно. Да. Сейчас я... Быть может самое время сосредоточиться на том, что люди видели и слышали. Оставить детали преступления. Вы так не думаете? Я... Полагаю, да. Все спутились вниз. Двухополучно спасённой девушкой. Пожалуйста, присоединитесь к нам. С терпением жду ваших умозаключений. И дама уходит вниз. Вот гиборой. Может быть не стоит подставить вас в первой списке подозреваемых. На этом моменте у нас заканчивается первая глава. Всего в игре три главы. И каждая из них короче предыдущий. Но так или иначе, давайте почитаем мысли нашей главной героини. Сестра жертвы безопасности. Но она шокирована. Я нашла её, когда она пряталась в запертой в одной комнате. Она была свидетелем преступления. И дала мне показания. Следующий шаг. Приключить моё внимание на сбор информации. О местоположении подозреваемых. И обыск нижнего этажа. Пока нет ни следа. В моих воспоминаниях. Да, амнезия до сих пор преследует нас. Но хорошо уже то, что мы уже собрали много доказательств. А вот искать убийцу мы будем уже в следующей части. А пока что, давайте сохранимся и закончим на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok